Продолжение следует... И сейчас будет выявлен сильнейший в рамках этой Best of 1 серии. Давайте по порядку. Как обычно, начнем с Radiant, а именно с X-Rauber. Первой серией банов видим и Invoker и Earthshaker, которых, вернее, мы не увидим в этой игре. И первые два пика, Night Stalker и Disruptor для X-Rauber. Команда Greville Gaming. Первые уже, наверное, три бана стоит озвучить, даже четыре. Это Некрофос. Дарксир, Свен. Надеюсь, моя память мне не подведет. Я сейчас вспомню... Этого персонажа. Виномансер. Подсказывает мне мой шестилетний сын. И два бана от X-Rauber. Это Fastly's Void и Pugna. Вторая стадия пиков. Underlord. Для Greville Gaming. Хороший персонаж на оффлейн. Вот именно для коллективных играх, то есть я здесь говорю сейчас о командной игре, не о играх в пабе. У этого персонажа очень хорошие способности. У него, по сути, есть и Ауе. Спелл. Первая его способность. Есть также стан. Бан, причем может который быть использован практически на всю вражескую команду, если она сможет туда зайти. Это Пит оф Малис. Также пассивка его, которая подрезает дэмэдж, если я правильно помню, на четвертом уровне, там минус 40%. И, конечно же, ультимейт Underlord, который перемещает всех тиммейтов, находящихся в радиусе, используемого ультимейта Underlord, либо на крипа, то есть в драку может вас перенести, либо же вынести из драки на безопасное место расположения. Ну, не будем останавливаться на одном Underlord. Это, наверное, моя такая небольшая симпатия. Недавно поиграл на этом персонаже, на самом деле, мне очень понравилось. Высказал свое субъективное мнение. Ответным пиком от Extrauber Viper. А Grivel Gaming на четвертый пик забирает себе Shadow Finda. Теперь очередь X-Rauber. Причем, стоит отметить, что Shadow Finda был пикнут очень быстро после пика Viper. Они особо не раздумывали. То есть, либо же не придали значения, просто Viper должен будет выигрывать линию Shadow Finda при правильных действиях. Shadow Finda либо понадобится помощь, тогда в данном случае то же самое Джакиры, либо Клоквер должны находиться рядом с SF. Тогда SF наберет третий уровень, наберет себе душ, уже будет намного проще. Третий, четвертый и так далее, соответственно, по лвелам. Но на 1 на 1 против Viper он явно проигрывает. Но увидим уже по игре, как это будет происходить. А теперь мы видим четвертый пик для X-Rauber. Это Slardar. Будет интересно посмотреть, это Slardar на оффлейн, или же это Slardar, который будет выполнять роль Роумера. Идет у нас пятая стадия банов. Вивер улетает в бан от Grivel Gaming. И на очереди пятый бан от X-Rauber. Это должен быть Core-Герой. Какой-нибудь тролль, как вариант. Кто здесь хорошо еще может зайти? Ну, там милишный должен быть персонаж. Довольно-таки такая привычная связка, что в мид идут... Ну да, вот, тролля забанили. X-Rauber. А что в миде всегда противостоят? Ранжевые герои друг другу. На легких линиях Core-Герой, как правило, именно милишные персонажи. Давно не комментировал из-за простуды. Поэтому, ребят, простите, иногда прям язык заплетается. Ну и вот мы видим. Life Stealer. Все-таки Underlord, Clockwork, персонажи плотные. А Life Stealer поедает именно в процентном соотношении, наносит урон. Тут еще и луна. Пятый пик для Grivel Gaming. Что ж, пики сделаны, пиков больше нет. Игроки разбирают своих персонажей. На всякий случай проверю стрим, все ли нормально. Да, все хорошо. Что ж, очень интересные пики, как у одной, так и второй команды. Я не могу даже отдать здесь предпочтение кому-то. Знаю лишь одно, что команда X-Rauber довольно-таки сильный коллектив. Смотрел за многими их играми, причем и комментировал их также не один раз. Grivel Gaming на моей памяти встречал, по-моему, один или два раза. Не могу сказать, что чем-то ребята выделились. Но уже хорошо, что эти игроки в целом собираются, участвуют в каких-то турнирах. То есть, такое, знаете, развивает себе коллективную работу, мышление. Это всегда хорошо. То есть, даже компьютерные игры могут при должном использовании их приносить определенную пользу в развитии человека как личности. Вот настолько глубоко я умудрился копнуть. Стартует игра. В очередной раз порадуюсь тому, что не будем смотреть за этими вышками. Клокерк поставил Коги на базе. Говорит, ребята, давайте никуда не будем отсюда уходить. Доля шутки тут. Решил я в начале игры. Разбавить вам. Так, те зрители, кто только присоединился, я напомню, что вы смотрите финал Weekend Cup под номером 584. Это Best of 1. Права на ошибки нет. Играет у нас X-Raubber. За сторону Radiant. Против команды Gravel Gaming, которая играет за Dyer. Обратите внимание, что никуда не спешат. Дайры... Такое ощущение, что какие-то настройки, возможно, делают или что. На базе сейчас, как вы можете видеть, я также, Клокер, Джакира, Луна и СФ стоят не шевеляться. Ли Шандер Лорд, который установил Observer Ward у вражеского леса, находится на своей линии. А X-Raubber уже отправились отжимать руну. 20 секунд. Остается начало игры. Клокер прилетел на верхнюю линию. На верхней линии от X-Raubber'ов также установлен Observer Ward, который дает очень, по сути, много информации. Это именно у баунти-руны. В принципе, о перемещениях вот в этой области. Ну и один Observer Ward на центральной линии. Довольно-таки дефолтный Observer Ward. Клокер, который помогает мидеру предотвратить потенциальные ганги на него. Либо же, наоборот, помочь осуществить ганг на соперника. Ну вот пошло у нас противостояние на центральной линии вайпера против Shadow Finda. На топе Клокверк, Луна против Слардара. Слардару здесь будет тяжко. Вот уже Клокверк пошел на его поиски. У Клокверка есть Коги. Правда, сейчас Клокверк сам себя перехитрил. По-моему, кружочек в деревьях сделал. Поставил хорошие Коги. Вот именно не для того, чтобы зажать Слардара, а чтобы лишить его маны. А вот Андерлорд, который страдает у нас от Треплы на нижней линии. Дизраптор, Найт Сталкер и Лайфстиллер делают First Blood. Андерлорд тут же перемещается. И, кстати, ответный килл в исполнении Гривил Гейминг. Но уже на Слардаре. Помните, я говорил, что Шадоу Финт должен проигрывать линию Вайперу? По-моему, я ошибался. Так, давайте подрубим крипстаты. Вы посмотрите, 5 добитых крипов и 16 заденайна. У этого парня, походу, цель не дать фармить Вайперу. Ну и Сарчик явно справляется лучше Вайпера. Кстати, аналогичный, просто симметричный Observer War. Так, хороший Коэл. Очень больно Вайпера. А здесь навстречу еще и Клоквер, который просто стопит Вайпера. И это еще один минус в пользу Гривил Гейминг. Что же, без какой-либо помощи СФчик справляется на центральной линии. Вот что значит мастерство. Ну и в свою очередь Андерлорд терпит, но не дотерпел. Пришел Клокверк ему на помощь, подцепил он Найт Сталкера, но не та цель, которую Клокверк смог уничтожить. И при этом много здоровья потерял Клокверк, благодаря своей вот этой небольшой выходке. Слардар, пусть и не фармит, имеет всего лишь одного добитого крипа, но хотя бы получает уровень. Он третий уровень. Аналогичный уровень имеет и Луна. В то время как Андерлорд. Хотя также третий уровень, почему-то мне казалось, что он второй. А вот Лайфстиллер только лишь второй левел. Вгрызается он в Андерлорда. Кинетик филд. Дизрапторы. Андерлорду всяко полегче. У него пять добитых крипов, но у него есть способность. Фаер шторм, благодаря которой он может хоть как-то подфармливать. Слардар уже необходимо бить ручками и подходить вплотную к крипа. А тут тебе и Бим от Лины. И Джокира, который периодически Ликвид Фаером будет заплевывать тебя. И это нужно как-то переживать. Видимо, тангусики у Слардара уже закончились. Вот его второй крип за четыре минуты. Быстрым блиннгдайгером. Здесь явно не пахнет. Как же много стаков здесь для Луны. Простите, я по-моему сейчас сознал, что несколько раз назвал Луну Линой. Очередной Бим от Луны. И третья смерть Андерлорда. Клокер в поисках Найт Сталкера. Не находит его. Здесь хорошо замансил Найт Сталкер. Но СФ... СФ находит Найт Сталкер. Промахивается Кайлом. Дал ближний, хотя надо было уже давать средний. И Найт Сталкер на большом муспиде. Все-таки ночь на дворе. Уходит из-под фокуса команды Гривил Гейминг. В это время Вайпер. Как мы видим, переформил все-таки. СФ на 22 на 5. В то время как... Хотя 21 на 16 у СФ. То есть разница незначительна там в один крип. Такое себе. Зато обратите внимание, насколько по ДНае переигрывает СФ того же Вайпера. Но вот сейчас все более неприятно становится СФу драться с Вайпером. Тут и пассивка в тройку. То есть Вайпер отравляет СФу жизнь не на шутку. Найт Сталкер. Вы видели под Вордом. Рядом есть Клакверк. Ночь на дворе. СФ скорее всего не отпустит. Так и есть. СФ погибает. Клакверк пытается подрубить батарейки. Успевает их подрубить. Сыпанул. Причем двоих сразу закрывает. Но по-моему сам себя похоронил сейчас. В своих же когах как же неприятно. Два минуса исполняет. Икс Раубер. Сейчас отойдут в Шрайну. Все-таки шестая минута. Шрайны наполнены живительной силой. Восстанавливает себе здоровье Найт Сталкер с Вайпером. Тут и хорошая руна есть. Руна регенерации. Ее видит СФ. Использует Боттл. Как раз сейчас пополнит его. Вайпер будет довольствоваться тем, что крипы подошли как раз под вышку. Будет спокойно добивать их. Так понимаю, Андерлорд просто ушел в лес. Так и есть. Четвертый уровень. Топорик, колечко и щиток. Все, что имеется на седьмой минуте у оффлейнера команды. Гривил Гейминг. Слардар. Также четвертый уровень. Тапочек. Щиток. Ну, оффлейнеры, откровенно говоря, проседают. Ну, правда, хотя бы Андерлорд фармит. Слардар лишь пытается пофармить. Периодически получается ее тут сделать. Видим, одного крипочка он добил. Возможно, сейчас и катапульта получится. Нет. Не справился он с катапультой. Вернее, вышка передамажила. Так, еще. Хорошо. А здесь, знаете, так вот на хитрого аккуратно подходит Джакира. Из лесочка понемножку-понемножку наплевывает Ликвидфайером. Кстати, погиб ССФ на центральной линии. Джакира попытался помочь, по-видимому, ему. Либо хотя бы попытался забрать Найт Сталкера. Но ни то, ни другое не получилось. И сам поплатился здоровьем. Даже не то, что здоровьем, а ценой собственной жизни. Очередные минус два в копилку. Команда Икс Раубер. Ммм, прошу прощения. Простуда еще не окончательно прошла, поэтому. Горло иногда пересыхает от долгих разговоров. ССФ. Кстати, у нас все-таки реабилитировались. Гривил Гейминг смогли сделать ответных два минуса. Погиб Лайфстиллер и Найт Сталкер. Клоквер, Джакира. Справились с этой задачей. Дабл дэмэдж. В ботле у Шадоу Финда. Если сейчас они хорошо примут Вайпера, который стоит на центральной линии, ничего не подозревает. Вот пошел выход. Прожимается руна дабл дэмэджа. Вайпер слишком долго реагировал. И... Скорее всего, погибнет. Климсанули Джакиры. Вайпер погиб, но также погибает и Джакиры. Или же живет. Нет, погибает Джакирос, но и Дизрафтер также отправляется в таверну. 1-2 в пользу Гривил Гейминг. ССФ сейчас много заработал. За 2 килла. Да. Нет, Вайпер все-таки достался. Джакирос. Так, вот вражеский хэншинтов. Своих хэншинтов забирает Шадоу Финд. Пока еще действует руна дабл дэмэджа. СФчик собрал себе аквилку. Будет покупать и ПТ-шку. Есть у него, кстати, Мэджик Вонт куплен, но почему-то не везет себе долгое время. Он их мог бы зарядить против... Так, Вайпер. Наплевывает по СФу. Дал ультимейт. СФ пытается раскастоваться. Раскастовался он предс... Посмертно. Предсмертно. Чуть не... Чуть не сказал я. Хотя, по-моему, и так, и так было бы правильно. Джакиром. Подморозил. С Лордара, правда. Не попал он дуал-бриджем. Так, очередной Ликвид Файр. Ну и вот так вот потихоньку-потихоньку вышка будет проседать. Ликвид Файр только лишь второго уровня. Вот будет там третий или четвертый уже. Правда, на пятом уровне четвертым он не мог быть. Ну, третьим. Уроном по вышкам было бы уже куда больше. Половина здоровья вышка потеряла. Находит Икс Раубер Луну и Джакира В своем лесу. Луна должна погибать. И она погибает. И теперь нужно бежать. Бежать как можно быстрее. Хорошо глимсанули Клокверка, но правда заморозил двоих Джакироса и не отпустил Дизраптора и Найт Сталкера. Ну, по-моему, зря он так вот приморозил, потому что в окончании файта погибает Клокверк. Вовремя перетянулся с Лордар. Дал станчик с Лордар. Седьмой уровень. Собрал себе Транквилы. Есть у него также щиток. Видим, что сразу хочет выходить Блинк Даггер. Но это неотъемлемый атрибут для Слордара. Потом какой-нибудь Бледмейл, как вариант. Но Блинк приоритетней. Очень много вардов у команды Гривил Гейминг расставлено по карте вдоль вот такой прямой линии, по сути, чтобы контролировать хотя бы свою часть карты, видеть перемещение. Поцепили вайпера, заманили его в ловушку. Кстати, вайперу нужно было драться до последнего. Зря он попытался как-то помансить выжить. Дерись он до конца, смог бы забрать СФ. А так, по гипсам, как там говорил кто-то из комментаторов, жил как герой и прочее. Не помню. Была такая фраза очень забавная. Кстати, по-моему, они тоже сейчас вместе с вышками канули в ледо. Падает потихоньку, но падает вышка у Экстраубера на центральной линии. Еще один Ликвид Файр. Закидывает Джекирос. Кладет Макропиру. Очень сильно горит Дизраптор. Правда, Дизраптор здесь выживет. А вот не могу то же самое сказать и о Джекира. Джекира погибает. Забрал он вышку. А хотя не забрал Дизраптор, заденайл ее. Кто бы мог подумать. Так что сейчас вдвойне обидни Джекиру. И вышку не забрал, и сам погиб. Лайфстиллер грызет Клокверком. Клоквером выживает. Джекирос прилетает ему на помощь. Саморозка не попадает. Бешит Ликвид Файр на Лайфстиллера. Но для него это как щекотки. Так. Джекирос страдает. Но отступает. Нечем цеплять. Маны Лайфстиллера нету. Армлет на подходе. Есть исключительно фейсбуцы. И начальный комплектующий для Армлета. Луна погибла за своей Т1 вышкой. Слордар при поддержке Дизраптора и Найт Сталкера смог с ней справиться. Хороший хукшот от Клокверка. Слордар скорее всего здесь погибнет. Дизраптор кладет Кинетик Филл из Статик Шторм. И Клокверк в ответ погибает у команды Гривил Гейминг. И параллельно на центральной линии, по-видимому... Нет, не так далеко от центральной линии. На речке на боте погиб Вайпер. На хосте мчится Шадоу Финт. На ходе Дизраптора. Прожимается... Прожимается Шрайн. И... Глядишь. СФчик может погибнуть. Еще... Еще пару тычек. Вешай турну. СФ. СФ. Закончился. СФ. И Джакира также отправляется в таверну. У меня нет слов. Великолепная игра. Икстраубер. Здесь сыграли просто на тонюсенького. На лох-кп жил Дизраптор. Вовремя прожитый Шрайн. Позволил ему восполнять здоровье. А СФ не смог просто передамажить... Передамажить получается Шрайн. Здесь вот такая у нас был... Такой файт. Шрайн против СФ. Шрайн победил. Лавстилеру нужно быть аккуратным. Трое на линии находятся. С ним лишь один Дизраптор. У лавстилера нету половины здоровья. Есть макропира у Джакироса. Луна сама уходит в лес. Хотя у нее через 8 секунд откатится ультимейт. Андерлорд. Немало дополнительного урона себе наворовал. СФ в очередной раз погиб. В этот раз только уже на верхней линии. И Клоквер вслед за своим мидером был отправлен в таверну. Блинтагер. Вот появляется на Слардаре. За 16 минут он справился с этой задачей. И страдает теперь уже Джакира на центральной линии. Очень больно ему от вайпера. Луна дает бим по вайперу. Особо много урона не наносит. Хотя бим 4 уровня. Андерлорд. Перешел на центральную линию. Найт Сталкер прожимает Даркнесс. Находит Клокверка. Клокверк ставит Коги. Туда же ставится Питок Малис. И воином, по-моему, просто... Да, последним. Добивает. Найт Сталкер. Клокверка. Сюда и Луна пришла. Дала ультимейт. Зачем она сюда пришла? Попыталась кого-то забрать. Там 3 игрока было. Что делала Луна? Я не понимаю. Но даже если бы ты Слардара забрала, но ты оттуда не уходишь просто-напросто. Ее там и похоронили. При этом никого не смогла забрать. Луна, повторю это в очередной раз. Сейчас вот, пожалуйста, восполнит себе здоровье команда Эксраубер. Прожмут какой-нибудь смог, если он у них есть. Да, есть 2 смока у Дезраптора. Находит еще и вражеский обсервер вард. Дивардит его. И... Таким образом начинает постепенно-постепенно запирать своих оппонентов Эксраубер. Все страшнее. Кривил Гейминг выходить со своей базы. Вот уже между Т1 и Т2 наказывает Клакверка. Падает еще одна вышка у дайров. Из Т1 остается лишь одна на верхней линии. В пятером сейчас Эксраубер находится на боте. Видит Андерлорда. Дает на него войд. Да, немножко перепрыгнул сейчас Лордар. Инфест был потрачен никуда. Вайпер находит Джекерос. Уже между Т2 и Т3 происходит файт. Очередной войд. От Найт Сталкера. И это минус 2. 24 на 9. 5000 преимущество по золоту за Радиентами. Преимущество в таком темпе, если темп игры сохранится, будет постоянно расти. Правда фармит Луна, но Луна не сможет, как в предыдущей игре, где мы следили за полуфиналом. Эксраубер против Краба Тим. Там фармил Антимаг. Ему дали Спейс, и Антимаг потом смог засплитпушить своих соперников. Ну и в целом победить эту игру. Что нельзя сказать про Луну? Луна не Антимаг. Она будет... Как ни стараться, столько дэмэджа внести у нее не получится. При том, что ты будешь одна-единственная, расфармленная из всей команды. А у Эксраубер вся пятерка фармит, постоянно пополняется, обрастает артефактами. Очередной инфест. Лайфстиллер с Лордаре. С Лордар на спринте. Так еще и... Почему-то мне подказалось, под хостой был. Очередной спринт. Спалили сейчас Лайфстиллера... С Лордара, вернее, с Лайфстиллером внутри. На вражеском Барде. Вот Луна... Вот с Луной сейчас вдвоем справился Дизраптор вместе с Найт Сталкером. Два саппорта. Убивает вора команды Гривил Гейминг. Лайфстиллер подрубает рейдж. Сейчас нужно уходить ему. Что он, в принципе, и делает. Там очень рискованно было оставаться, с учетом того, что он еще под армлетом. Такое количество здоровья. Вайпер тоже подставляется. Не надо было ему разворачиваться. Этой ситуацией воспользовался Клакверк. Дал хороший хоккшот. Найт Сталкер. Ночью неумолим. Минус 4. И Клакверк, скорее всего, также никуда не денется. Закрыл он себя в когах. Вытолкал Станчика от Слардара мимо. Все-таки минус 4. В размен. На одного лишь вайпера. 7000 преимущества за Рейдентами. 28 на 10. Д2-вышка падает на центральной линии у Гривил Гейминг. Единственное, что может Клакверк, это откидываться Рокет Флеймов. Хорошие ворды стоят у Дайров. Видимо, вот 3 ворда. Но они также более защитные. Луне не дают фармить. И слишком нагло, как я могу судить, играет здесь Луна. Вот что она делала вот в этой области, совершенно непонятно. У нее есть целый лес свой, где она могла бы выфармливать себе айтемы, но она этого не делает. Решила как можно дальше протолкнуть линию. По итогу погибла. Сейчас на вражеских вордах стоят Слардар и Найт Сталкер. Отправились они в лес. Прекрасно это понимает Гривил Гейминг. Не высовывается с базы. Пинкует СФ. Именно на эту область четко накрывает ракеткой Клакверк. Тем самым просветил местоположение Найт Сталкера. Посчитали, что это не важно, что там находится Найт Сталкер. Подумали, что они отступят, но не отступил Найт Сталкер со Слардаром. Питок Малис. Довольно-таки неплохой. На секунду задержал Найт Сталкера и Слардаром. Андерлорд погибает. Найт Сталкер мансит. У него очень большая скорость перемещения. Догнать его не так просто. Кладется Макропира. Пытается разультиться ССФчик. Сказать, что Коги отвратительный, не сказать ничего. Во-первых, СФ разультился в никуда. Демеджи он не нанес. Коги лишь вытолкали Найт Сталкера на лоу-граунд, что позволило ему ретироваться. Но по итогу Найт Сталкер погиб. Но это размен. Один в пятерых. Правда, очень битый Лайфстиллер. Очень битый Слардар. Но это просто битые персонажи. Они живы. И драка ими выиграна не на шутку. Один в пять. Потеряли одного саппорта. Их сраубер. Забрали всю вражескую команду. Перевес по золоту составляет порядка 11 тысяч. По опыту и того больше. Около 13-14 тысяч. 34 на 11. Пока игра идет в одну калитку. И каких-то особых... Так, у нас пока здесь лазит... Прошу прощения, Вайпер погибает. На боссе тоже слишком передавил, переагрессивничал. Его тиммейты находятся на своей территории карты. А он непонятно где. Хукшотом промахивается Клокверк. Сейчас Татина и Сталкер должен понимать, что здесь стоит Обсервер Вард. Прожимается Мека. Вот Андерлорда. Клокверк выживает, но не выживает Андерлорд. Погибает он. Драка у нас разделилась на две части. СФ-чик бежит, его преследует Слордар. Лайфстиллер параллельно разбирается с Джакиром. Джакиро отправляется в таверну. Упал Клокверк. И вот, пожалуйста, Слордар, оффлейнер Слордар, убивает один на один СФ-а. Это вообще нормально? Если я правильно вообще проследил за игрой, потому что, по-моему, все остальные игроки находились вот в этой области, и лишь один Слордар начал преследовать СФ-а, и мы видим, что СФ находится в таверне. И Луна. Пятнадцатый уровень. Посмотрите на уровень оффлейнера Слордара семнадцатый, Мидер восемнадцатый, Лайфстиллер шестнадцатый, но явно Луна проиграла. Давайте посмотрим просто по по Нотворцам. А то все на Крепстатах сидим, смотрим за файтами. Пока параллельно падает Рошан, забирает его Икс Раубер. На первом месте по Нотворцу у нас Вайпер идет, 10700 у него, и следом 10700 у Лайфстиллера. 8700 на третьем месте Найт Сталкер, то есть первые три топ-позиции за Икс Раубер. И лишь на четвертом месте находится, на пятом уже, прошу прощения, потому что только что Луну обогнал Слордар, оффлейнер Слордар, который имеет 8200 по Нотворцу. И у Слордара нет Мидоса, у него нет Глэйвов, которые помогают ему фармить быстрее. И при этом на пятой позиции находится Луна. СФ находится на шестой позиции, 7100 у него. Это не то, что провал, это колоссальный провал. На 26-й минуте перевес более 16 тысяч. По факту сейчас Икс Раубер могут пойти и закончить эту игру. У них есть Аегис, у них есть колоссальные преимущества. Их ничто не останавливает. Видите, даже ворды Гривил Гейминг устанавливает все ближе и ближе к своей базе, потому что вордов не так много, а хочется контролировать хотя бы какую-то определенную территорию. Если бы они расставили ворды как в начале игры, вдоль, скажем, всей речки, это бы явно не позволило спокойно фармить той же самой Луне, к тому же СФу. Видите, вот, пожалуйста, еще и третий ворд, по-моему, только что его поставили. Да, так и есть. Вот три ворда, которые вплотную прилегают к территории базы Гривил Гейминг. Зажимается, откровенно говоря, зажимается. Вот сейчас Клокверк пытается сделать телепорт, его глимсует обратно, ставит Коги, Дизраптор накрывает его статик штормом. В принципе, это было излишне, как по мне. Там Лавстиллер бы спокойно справлялся с ним, догнал бы его и съел. 17 тысяч преимущества за Икс Раубер. Игра становится как плохое предсказуемое кино. Потому что ты понимаешь, чем это может закончиться. Сладар не боится врываться на базу, его четыре человека вместе с Лавстиллером, правда, ворвался. Четыре человека. Четыре героя атаковали Лавстиллера. Кстати, сейчас ему очень больно. Лавстиллер пытается бежать. Выбили Аегис, глимсанули Луну. Был потрачен сейчас с кем-то выкуп, если не ошибаюсь, Андерлорд его сделал. СФ-чик должен погибать. Еще одна тычка. СФ в таверне. Андерлорда не должны отпускать. Слишком большое замедление. Тут еще и глимс. Ставит он Пит оф Малис. Вайпер выходит Пит оф Малис, хоть Коги. Он просто стоит и расстреливает. Расстреливает вражескую команду. Это минус четыре. Мега килл за Дизраптором. Вы понимаете, да, кто здесь основной герой? Это Дизраптор. Который просто мега килл делает. Гуд гейм. Пишет Джакира. Гривил Гейминг понимает, что продолжать бессмысленно. 44 на 12. 24 тысячи преимущества. И мы поздравляем Иксраубер не просто с победой, а с выигранным Weekend Cup под номером 584. Они полноправные и заслуженные победители этого турнира. С чем мы их поздравляем. Ну, а с вами в очередной раз был Эвисмен СЛТВ и всем пока-пока.